Продолжение следует... Есть форма, у которых метод запроса GET, есть форма, у которых метод запроса POST. Это разделение крайне важно. Дело в том, что метод GET в протоколе HTTP предназначен для получения данных. Метод GET может быть закэширован на промежуточных серверах. То есть, в зависимости от различных заголовков, прокси-сервера, которые стоят на пути от браузера к аппликейшн серверу, могут так или иначе закэшировать документ. В принципе, это можно отключить, но по умолчанию это так. GET запросы кэшируются. Поэтому формы, которые использует метод GET, должны использоваться только для получения данных. То есть, другими словами, это должны быть поисковые формы. То есть, формы, по которым ищутся, например, какие-то товары в каталоге. В таком случае, кэширование запроса, конечно, может показать несколько устаревшие данные, но они по-прежнему будут разумные и релевантные. Пост – это метод для изменения данных. Пост запроса не кэшируется никогда. Соответственно, метод формы, которые изменяют данные, должны использовать метод POST. Вот мы будем рассматривать именно второй тип форм, то есть формы для изменения данных. Ну, поскольку про получение данных мы уже поговорили достаточно, собственно говоря, формы – это просто еще один способ сделать набор параметров. Кстати, очень важное замечание по поводу GET форм. У них есть такой приятный плюс, когда вы отправляете форму с методом GET, все ее поля ввода, они сериализуются и попадают в URL. То есть, все данные, которые вы ввели, попадут в URL. Это хорошо при поиске данных, потому что вы можете скопировать данные URL и кому-нибудь отправить, чтобы он видел те же результаты поиска, что и вы. Либо открыть в другом окне. При сохранении данных такое поведение, наоборот, нежелательно, потому что данных может быть много, и их нужно передавать через тело запроса. Поэтому при изменении данных обязательно используется метод POST. Итак, рассмотрим POST формы. Общий сценарий работы следующий. У нас есть некоторая HTML-страничка, на которой находится форма. Вот она. Пользователь заполняет форму. В какой-то момент происходит POST-запрос. Нижняя часть, вот эта, это та логика, которая происходит на стороне сервера. Первое, что делает сервер, получив форму, ну, после того, как произошли все служебные вещи, началась непосредственная обработка, проверяет валидность формы. То есть, верны ли все ее данные, возможно ли вообще эту форму сохранить. Если форма не валидна, веб-сервер возвращает HTML-страничку с кодом, заметьте, 200. Код 200 означает, что документ найден, но на самом деле данные не были сохранены. Если форма не валидна, веб-сервер должен показать ее заново. А в этом месте, когда форма показывается заново, пользователь видит список ошибок. То есть, пользователь видит уже не пустую форму, а форму, в которой выведены все ошибки, которые, собственно говоря, не позволили серверу сохранить форму. Если сервер считает, что форма валидна, происходит сохранение данных. После того, как данные сохранены, пользователю нужно об этом сообщить. Веб-сервер отдает редирект, то есть код 302, на новую страницу. Это может быть та же самая страница формы редактирования объекта, либо может быть новая страница самого объекта. И часто передается в URL специальное сообщение о том, что объект успешно сохранен. Особенно, если мы возвращаем пользователя опять на страницу редактирования. Пользователь должен знать, что его действие успешно сохранено. Важно, что здесь отдается именно редирект. Почему это важно? Смотрите, первоначальный запрос, который делал пользователь, вот этот, отправка формы, он был с методом POST. Если после успешного сохранения мы вот здесь вот вернем пользователю код ответа 200, то есть фактически нарисуем страницу, визуально будет выглядеть все хорошо. То есть пользователь отправил форму, увидел страницу. Но если он нечаянно нажмет F5, запрос отправится повторно. Ну, браузер показывает, конечно, специальное уведомление о том, что запрос отправляется повторно, вы точно уверены. Пользователь может не понять и нажать ОК. И после чего форма, естественно, повторно сохранится. В некоторых случаях это крайне нежелательно. Например, если пользователь совершает покупку в магазине, то повторная отправка формы приведет к списанию повторному денег. Поэтому после успешного сохранения нужно отдавать редирект. Итак, давайте сейчас еще раз сформулируем все best practices при обработке форм. После чего, посвятим немного времени изучению механизма редиректов. То есть мы собирались останавливаться на нужных местах протокола HTTP, углубляться туда. Изучим редиректы, после чего посмотрим, как данные best practices можно реализовать с использованием Django. Итак, первое и крайне важное правило при обработке форм. Всегда проверять пользовательские данные. Дело в том, что если ваше приложение доступно в сети интернет, то вы никак не можете гарантировать, что пользователь не является злоумышленником. Вы должны рассчитывать, что пользователь потенциально настроен враждебно к вам. Поэтому все пользовательские данные должны проходить проверку. Чем более строгую, тем лучше. Если форма изменяет данные на сервере, добавляет, удаляет, авторизует пользователя, изменяет объект, отправляет какие-то письма, это тоже относится к изменению данных, должен быть метод post. Метод get только для поиска. Не нужно заставлять пользователя вводить данные повторно. Если он совершил какую-то ошибку, например, неправильно ввел e-mail, не нужно заставлять его повторно вводить 50 других полей. Вы должны запоминать те поля, которые он ввел правильно, и отображать их уже введенными. Те поля, которые были введены неправильно, должны быть отображены сообщениями об ошибках. То есть, если пользователь совершил ошибки, нужно про каждую ошибку детально рассказать. Желательно с разделением по полям. Какое поле с какой ошибкой. Если пользователь успешно отправил форму, об этом тоже нужно рассказать, чтобы у него не возникло желания отправить форму еще раз. Иначе он не поймет, что она сработала. И чтобы защитить от случайного нажатия кнопки F5, при успешном сохранении формы, нужно делать перенаправление на новую страницу. Это best practice по использованию, по сохранению форм. Итак, механизм перенаправлений. Перенаправление еще часто называют, собственно говоря, их английским названием, на русском это будет сленг, их называют редиректами. То есть, механизм редиректов в HTTP. Механизм довольно простой. На схеме его можно проиллюстрировать таким образом. Начинается с того, что веб-клиент, чаще всего браузер, делает некоторый запрос к серверу. Это может быть как GET, так и POST-запрос. То есть, первый запрос произвольный. Допустим, у нас был POST-запрос. Как в примере с формой, мы сохраняли форму. Веб-сервер выполняет некоторую логику. И вместо HTML-странички отдает код ответа 302. Тело ответа при этом пустое. То есть, само тело пустое. Но стоит специальный код ответа 302. Плюс к этому стоит заголовок LOCATION. Такая комбинация, код ответа 302 плюс заголовок LOCATION, говорит браузеру, что нужно сделать запрос повторный, но уже по новому URL. В заголовке LOCATION как раз передается новый URL, по которому нужно делать запрос. Браузер повторяет запрос, но уже по новому URL. И это будет уже GET-запрос. веб-сервер получает запрос по новому URL, выполняет некоторую логику, и на этот раз уже отдает нормальную HTML-страничку. То есть, вот здесь возвращается HTML. Ну и, соответственно, пользователь ее видит. Что здесь важно? Здесь важно, что код ответа 302, заголовок LOCATION, и что повторный запрос может быть... Повторный запрос идет методом GET. Первый может быть методом, в общем-то, любым. В принципе, ситуация может не ограничиваться одним редиректом. Сервер может отдать и во второй раз не 200-й код, а 302-й. Давайте рассмотрим более сложный случай. Сервер и во второй раз отдает здесь код ответа 302 и заголовок LOCATION. Соответственно, веб-клиент повторит запрос. Причем запрос может осуществляться уже к какому-то другому серверу. Веб-сервер 2. Это нормальная практика. До тех пор, пока веб-сервер будет отдавать 302-й код, клиент будет следовать по тем урлам, которые переданы в заголовке LOCATION. Ну, конечно, есть какое-то ограничение. Обычно там около 10 редиректов, после чего веб-клиент перестает делать запросы. Помимо этого, клиент также следит за зацикливанием. То есть в какой-то момент, такое часто случается, что веб-сервер отдает перенаправление на изначальный URL. То есть получается замкнутый цикл. Браузеры такое отслеживают и показывают тоже сообщения об ошибках. Итак, еще раз. Механизм редиректов из чего состоит? Во-первых, код ответа. Для того, чтобы браузер проследовал по другому урлу, нужно, чтобы код ответа был 302, либо 301. 302 – это временное перенаправление. То есть браузер однократно пройдет по новому урлу. 301 – moved permanently. Это постоянное перенаправление. Отличие в том, что данный редирект кэшируется, запоминается в браузере. И повторно браузер может по старому урлу вообще не пойти. То есть он запоминает, что старый урл заменился на новый и сразу пойдет по новому. Поэтому 302 – код используется при обработке форм, а 301 используется намного реже. Код 301 используется при различного рода перемещениях документов, когда сменился урл документа, при смене протокола, когда раньше сайт был по HTTP доступен, теперь по HTTPS. И нужно глобально все урлы с HTTP на HTTPS перекинуть. При использовании 301 либо 302 кода в заголовке «Location» указывается новый урл для повторного запроса. Он может быть как абсолютный, то есть ввести на произвольный сервер, так может быть относительным. То есть начинаться со слыша и ввести на какой-то другой урл в пределах данного сервера. Давайте посмотрим, вспомним, как редиректы делаются в Django. В Django для этого используется специальный объект в HTTP-респонс редирект. Он импортируется из пакета Django HTTP. В конструкторе указывается новый урл, на который следует отправить, то есть этот урл попадет в заголовок «Location». И, собственно говоря, объект данного класса возвращается из вьюшки. Это приведет к коду 302 с указанным заголовком «Location». Когда мы говорим про редиректы, следует сказать следующее. Очень часто в обработчиках форм урл, на который пользователи отправят после обработки формы, заранее неизвестен. То есть, ну, например, при добавлении поста этот урл известен заранее. Мы добавляем пост и отправляем пользователя сразу смотреть этот пост после добавления. А, например, в форме авторизации пользователя нужно отправить на ту страницу, с которой он пришел. Поэтому страница, куда отправить пользователя, часто передается get-параметром. Вот пример. В get-параметре continue передается урл, на который мы отправим пользователя. То есть, создается, опять-таки, http-response redirect, но урл, он не записан в приложении, он берется из get-параметров. Это, в принципе, нормальная практика с одним исключением, с одним замечанием. Здесь есть уязвимость, так называемый, open-redirect. В чем он заключается? Уязвимость open-redirect заключается в том, что злоумышленник может направлять пользователя на свою страницу через ваш сайт. Как это выглядит для пользователя? Чаще всего это выглядит в виде письма, где пользователь видит ссылку сайт.ком, какой-нибудь локейшн, где есть open-redirect, continue, и в continue какой-то урл стороннего сайта. Чем это опасно? Допустим, вы дорожите репутацией вашего сайта и пользователь о нем хорошего мнения, то есть доверяет вашему сайту. Поэтому, когда они видят в ссылке site.com, они считают данную ссылку достоверной, то есть они доверяют также данной ссылке, ну, поскольку она ссылается, ссылка с вашего сайта. Они по ней щелкают, но в конце концов они попадают на тот урл, который указан в continue. А это может быть совершенно нехороший сайт, вредоносный, который может выманивать номера кредитных карточек либо делать что-то другое вредное. То есть уязвимость в чем заключается? Если вы делаете редирект на произвольный урл, указанный в параметре, вы даете злоумышленникам пользоваться репутацией вашего сайта. Поэтому, когда делается такого рода редирект, необходимо проверять. Как минимум, нужно проверять домен сайта. Например, если вы разрабатываете, скажем, там, Google, то можно считать, что все редиректы в рамках Google, они достоверны для вас, ну, потому что это ваша компания. Можете проверять домен, который, домен данного урла. Если домен соответствует вашей компании, то можете делать редирект. Можете ввести список доверенных доменов и тому подобные механизмы. Итак, переходим, собственно говоря, к Django Forms. Django Forms в классическом паттерне его нет, поэтому мы ее изучаем отдельно. В Django каждая форма, которая сохраняется, должна быть, ну, рекомендована представлять ее в виде специального класса. Так же, как каждая таблица наследуется от класса Models, Models, аналогично, каждая форма должна наследоваться от специального класса Forms.Form. То есть, для того, чтобы создать новую форму в Django, нужно создать специальный класс. Кстати, такие классы часто хранятся в Forms.p. То есть, в вашем приложении рядом с Models.p с Models.p размещается класс Forms.p, и в котором хранятся все формы. Итак, вы создаете новый класс, даете им какое-то имя и наследуетесь от класса Forms.Form. Ну, соответственно, полное имя Django.Forms.Form. По аналогии с моделями, по аналогии с моделями, вы перечисляете поля. Только теперь это поля не в таблице, а поля ввода в форме. Вот здесь идет перечисление. Поля, кстати, очень похожи на поля моделей, но они из другого пакета. Видите, пакет Forms. Например, в данной форме у нас два поля E-mail E-mail и Char field. У E-mail field мы указали дополнительное ограничение в 100 символов. У второго поля, поля с названием Message, мы указали специально атрибут виджет. атрибут виджет определяет внешний вид данного поля, когда оно будет представлено на HTML-страничке. в принципе вот эта часть является минимально необходимой для использования. То есть вы создаете класс, определяете в нем поля, после чего форму уже можно использовать для, например, валидации данных. Что еще можно определить в форме помимо полей? Помимо полей в форме можно определить метод clean. Метод clean отвечает за логику общей валидации формы. Вообще зачем нужны Django формы? Немножко не вовремя, зачем нужны Django формы? Основное назначение Django формы это чтобы внутри них писать логику по валидации данных и сохранению данных, чтобы эту логику не пришлось помещать во вьюшки, сохранить контроллеры тонкими. В формах размещается логика по валидации и сохранению внешних данных, пользовательских данных. Вот метод clean в частности отвечает за валидацию всей формы в целом. например, что здесь происходит? Внутри метода clean мы видим вызывается некоторая функция из спам. Функция спам предполагается, что это какая-то ваша функция, вы ее самостоятельно реализовали, она магическим образом проверяет данные на то спам они или нет. Возможно ходят какие-то внешние сервера, возможно что-то локально проверяет. если эта функция вернула ложь, то есть в данном случае если она вернула истину, поскольку она проверяет наличие спама, вы выбрасываете специальное исключение validation error. Это исключение говорит о том, что форма невалидна и сохранять ее нельзя. Отлично. Этот пример неполный, поэтому давайте посмотрим следующий пример, следующий форм, которая его дополняет. Это уже другая форма добавления поста. У нее также два поля, поля те же самые, для простоты мы сделали, но у нее другие методы. У нее метод есть clean message, причем заметьте, имя метода message соответствует названию поля. то есть оно выбрано не случайно, оно выбрано именно по шаблону clean подчеркивание названия поля. И метод save. Зачем нужен метод clean message? Этот метод соответствует валидации одного конкретного поля. что происходит внутри этого метода? Смотрите, внутри этого метода, во-первых, ему не передаются никакие данные. Внутри метода мы обращаемся к свойству clean data. Clean data это свойство объекта форма. В этом поле лежат данные формы, уже прошедшие валидацию и очистку в соответствии с определенными полями. То есть поля, которые вы определяете форме, они предполагают также некоторую логику по валидации и очистке данных. Ну, например, email field будет проверять на то, что там действительно email. Поэтому мы используем clean data, оттуда получаем message. message это значение поля message, которое нам отправил пользователь. Уже очищенное в соответствии с charfield. Ну, charfield никаких особых проверок не делает, просто текстовое поле, там может быть что угодно. Далее мы вызываем функцию is ethic. А это другая наша магическая функция, которая производит поиск нецензурных выражений в тексте. Ну, либо какую-то другую евристику по проверке сообщения на этичность перед отправкой в блок. Если проверка не прошла, мы опять-таки поднимаем, выбрасываем специальный validation error. Заметьте, в validation error мы указываем сообщение для пользователя и код, если ошибка будет проверяться компьютер. Если проверка на этичность была пройдена, тогда мы возвращаем сообщение, плюс в конце сообщения добавляем некоторую фразу thank you for your attention. На другом языке, правда, но это не критично. Итак, чем занимается метод CleanMessage? CleanMessage осуществляет дополнительную валидацию поля Message. Помимо этого, он может видоизменить поле Message для того, чтобы перевести его во внутренний формат, произвести так называемую очистку. В данном случае видоизменение заключается в добавлении текста, но это пример такой скорее для демонстрации. На практике типичным является преобразование в какие-то внутренние объекты. Например, если у нас есть поле даты, мы из строки преобразуем его в объект DateTime, DateTimeDate в питоне. То есть, методы Clean, они направлены на подготовку чистых данных, с которыми можно работать. следующий метод, метод Save. В методе Save содержится непосредственно логика сохранения формы, то есть, изменения данных. Метод Save должен вызываться после проверки очистки, поэтому предполагает, что Clean Data действительно содержит очищенные данные. Что здесь происходит? Здесь создается новый объект Post, он сохраняется, и он возвращается сохранившим. Все просто. Давайте посмотрим, какие типы полей могут быть внутри наших форм. То есть, мы поговорили, сказали, что в форме в основном содержатся четыре вида записи. Это поля, это метод Clean общий, это метод Clean название поля и метод Save для сохранения поля. В большинстве случаев правила валидации определяются именно полями. Какие существуют встроенные поля? Они во многом похожи на те поля, которые есть в базе. Например, есть Boolean Field, который представляет из себя флажок, то есть да, нет. Есть Char Field, это простое текстовое поле ввода, туда может размещаться все, что угодно, например, имя пользователя либо подпись какая-то. E-mail Field. E-mail Field это тоже текстовое поле ввода, но у него есть дополнительные правила валидации, которые проверяют, что введенные данные являются именно E-mail. Password Field это текстовое поле, но в браузере оно будет выведено как поле пароля, то есть вместо символов вы в этом текстовом поле увидите звездочки, в остальном это обычное текстовое поле. Choice Field позволяет выбрать из нескольких вариантов, то есть в браузере это выглядит как выпадающий список. Date Field Date Time Field это выбор даты, ну и File Field это загрузка файлов. Как происходит валидация данных? Валидация данных происходит в тот метод когда вы вызываете метод из Valid у формы. при вызове метода из Valid срабатывает внутренняя логика формы, которая делает следующие проверки. Во-первых, для каждого поля переданного форму происходит проверка в соответствии с типом самого поля. например, для email field происходит проверка на то, что поле действительно email. Если для данного поля например, xxx определен метод clean xxx запускается этот метод, который выполняет дополнительную проверку и может изменить значение поля. в конце запускается метод clean, который выполняет проверку всей формы в целом. Этот метод нужен по той причине, что не всегда можно проверить какие-то поля в отделе. Простейший пример считается, что, допустим, если у вас есть какой-то интервал дат, то есть дата, которая должна быть меньше, есть дата, которая должна быть больше. То есть у вас в поле есть min-date и max-date и нужно проверить пару дат вместе, что одна больше другой. Это нельзя сделать неправильно, так скажем, делать при проверке одной даты, это логично делать при проверке всей формы целиком. Собственно говоря, в этих методах clean и clean xxx для того, чтобы получить уже проверенные предыдущими способами данные используется поле clean data. Это словарик, в котором просто хранятся все данные формы, прошедшие уже предварительные очистки. И в случае, если проверка не сработала, то есть валидация не пройдена, методы clean xxx и clean должны выбросить validation error. в таком случае форма будет отмечена как невалидная и метод isvalid вернет false. Если все методы clean отрабатывают нормально и никто validation error не выбрасывает, тогда форма будет валидной и метод isvalid вернет true. давайте посмотрим как созданный класс формы нужно использовать во view. Итак, у нас есть некоторая вьюшка, которая обрабатывает запросы на создание поста. Типичным примером, типичной ситуацией является такая, когда данная вьюшка и занимается и отображением формы и обработкой сабмита этой формы. Поэтому по сути вьюшка состоит из двух частей. Мы видим if, в котором проверяется метод запроса. Если метод запроса post, значит происходит сабмит формы, то есть форма отправляется. В противном случае, если метод запроса get, другими пользуются редко, это означает, что форма только отображается. То есть пользователь нажал кнопку добавить пост, ему нужно показать форму добавления. Начнем с второй ситуации, когда форма просто добавляется. Мы создаем экземпляр нашего класса. Вот класс, который мы создали, поместили в файлик forms.p. Вот мы создаем новый экземпляр. это так называемая unbound форма, то есть не привязанная к данным. После чего мы передаем форму в шаблонизатор и отрисовываем страничку добавления. К страничке добавления мы вернемся чуть позже. Теперь посмотрим, что происходит, когда метод запроса post, то есть первый ветвь цикла. мы также создаем экземпляр формы. Но при этом первым аргументом мы передаем форму request post, то есть словарь с данными, то есть те данные, которые пришли к нам из браузера. В результате мы получаем так называемую bound форму, то есть форму, связанную с данными. Далее у этой формы мы вызываем метод isValid. в момент вызова метода isValid происходит очистка и валидация формы. То есть вызываются всякие методы clean что-то там, метод просто clean, предварительно срабатывает обработка всех полей, то есть делается валидация всех полей и в результате если все произошло хорошо, возвращается истина. в тот момент когда вернулась истина то есть форма была проверена и оказалась валидной мы у нее вызываем метод save метод save сохраняет уже очищенные данные в базу и возвращает новый объект post это полноценная модель которая сохранена в базу у нее есть идентификатор и для нее мы можем построить url ну здесь фактически можно было написать в одну строчку просто по ширине не помещались мы получаем url страницы и делаем redirect то есть мы возвращаем response redirect на данный url все пользователь успешно сохранил форму и отправился на новую страницу в этом месте можно было бы передать некоторое сообщение об ошибке сообщение об успехе то есть например добавить некоторый параметр ok 1 и по этому get параметру мы могли бы показать какое-то сообщение на странице одного поста могли бы показать сообщение о том что он успешно добавлен но в данном случае это несколько избыточно потому что пользователь видит текст своего поста на новой странице и понимает что он добавлен успешно поэтому в этом нет необходимости это успешный сценарий если форма была отвалидирована и сохранена успешно мы завершаем нашу работу redirect 302 на новый url что происходит если форм valid вернул ложь если форм valid вернул ложь вот эта ветка вложенная она не отрабатывает и мы проваливаемся вот сюда то есть мы проваливаемся опять на отрисовку формы но при этом объект формы объект форма у нас создавался вот здесь и проверялся вот здесь то есть в отличие от первоначального сценария это не пустая форма это связанная форма в этой форме уже есть данные которые вел пользователь и в ней есть все сообщения об ошибках так как мы вызвали метод из валет произошла валидация формы и внутри формы хранятся все сообщения об ошибках привязки к каждому фолю поэтому мы можем отобразить сообщения об ошибках пользователю чтобы он знал что ему нужно исправлять теперь посмотрим как объект форма используется внутри шаблонизатора то есть как нужно работать с вот этим параметром форм в шаблоне вариант для ленивых у джанга объектов форм в джанга есть методы которые позволяют преобразовать форму в готовый кусок HTML кода есть три варианта sul sp и stable здесь все довольно просто то есть в джанге зашита какая-то верстка по умолчанию HTML структура есть три варианта sul это маркированный список p это через параграфы то есть каждое поле будет в отдельном параграфе и table через таблицу вы можете использовать один из этих методов и попытаться стилизовать с помощью CSS ту верстку которую выдаст вам джанга в принципе это очень похоже на то что вы можете увидеть внутри административной консоли джанга проблема в чем плюс такого подхода плюс заключается в том что вот эти методы они используют все преимущества которые есть джанга моделях то есть они показывают подсказки полям они показывают все сообщения об ошибках они отмечают поле как ошибочным они показывают примеры ввода они показывают те данные которые пользователь уже ввел минус в том что зачастую эта вещь просто несовместима с теми макетами которые вам нужно верстать согласно техническому заданию поэтому часто делается более сложный вариант вот здесь показан более-менее работоспособный вариант как отобразить джанга форму совместить ее с версткой фреймворка bootstrap форма передается в виде параметра форм фраблон начинается обработка с того что проверяется специальное поле non-field errors что такое non-field errors non-field errors это список ошибок которые не связаны с конкретным полем это например те ошибки которые возникают при выполнении метода clean то есть это ошибки которые относятся ко всей форме в целом невозможно сказать к какому полю они относятся но их тем не менее нужно показать что мы делаем мы просто их показываем в виде специальных блоков div class alert alert danger это такая красная полоска вполне подходит для отображения сообщения об ошибках так с этим все понятно это общие ошибки которые связаны с методом clean форме далее начинается код самой формы мы видим что метод post формы и action ведет на нужную нам вьюшку то есть предполагается что мы с помощью роутера замапили данный action на нужную вьюшку далее мы используем форму как лист как массив то есть мы пытаемся пройти итератором по данной форме дело в том что в джанге формы поддерживают итерацию то есть с помощью итератора можно ходить не только по массивам и по объектам а по любому объекту который поддерживает необходимые для итерации методы в частности формы поддерживают если вы пройдете итератором по форме то вы будете получать каждый раз то поле которое вы в форме записали соответственно вот так выводится поле на самом деле поле это объект класса field то есть email field char field про которые мы говорили если у этого поля есть свойство errors значит данное поле конкретное поле не прошло валидацию то есть в нем есть ошибки что мы делаем если у нас есть errors мы добавляем специальный класс has error ко всей группе чтобы данное поле ввода оно у нас пометилось красным bootstrap отмечается поле красным мы выводим название поля label и далее мы выводим само поле заметьте что здесь все-таки мы не спускаемся до вывода конкретных html тегов то есть до вывода тега input text area select что-то там вместо этого мы используем вот такую конструкцию то есть мы выводим поле как текст в объектах в классах полей определен специальный метод для стрингификации который преобразует поле в нужную html верстку как правило верстка конкретно одного input то есть там input либо checkbox она вполне подходит под верстку макетов поэтому дальше спускаться дальше не нужно разбирать но в принципе вы из этого поля можете извлечь отдельно его имя отдельно значение отдельно введенные данные там пользователя все что угодно итак мы прошли по всем полям после чего у нас кнопка сохранить и в общем-то вот и все что нужно для работы данной формы вот это вполне рабочий вариант который используется в довольно большом количестве проектов которые я знаю итак мы поговорили про использование формы во вью и в шаблонах осталась еще одна небольшая тема относящаяся непосредственно к формам в джанго это так называемые модул форумс если вы некоторое время будете программировать формы в проекте на джанго вы заметите что их код довольно однотипен особенно если в вашем проекте много разнообразных моделей которые необходимо все редактировать и еще вы заметите что список полей в форме для редактирования какой-то модели он фактически повторяет список полей в моделях поэтому в джанго был разработан специальный механизм так называемый модул форм который позволяет строить форму для редактирования конкретной модели при этом вам нет необходимости перечислять все поля которые есть они автоматически берутся из модели модул форма описывается следующим образом то есть вы наследуетесь уже не от просто forms форм от forms модул форм и вместо перечисления полей вы указываете следующее вы указываете внутри класс мета указываете какую модель вы редактируете в нашем случае это пост и указываете список полей второе поле fields можно не указывать тогда будут редактироваться все поля если вам нужно редактировать не все поля указывайте явно список все после этого модул данную созданную форму можно использовать точно так же как предыдущий то есть у нее есть методы isvalid и есть метод save метод save он как раз таки определен в модул форме и он сохраняет вот указанную модель на практике модул формы удобно использовать для довольно простых объектов то есть для разного рода справочников списки регионов списки категорий еще какие-то малозначительные списки если вы имеете дело с основными сущностями в вашем проекте то есть с важными сущностями модул формы скорее всего будут недостаточно гибкими но для справочников они в принципе очень хорошо подходят в завершении темы форм нам необходимо поговорить про некоторые аспекты безопасности мы не будем сейчас обсуждать авторизацию авторизация у нас на отдельный урок отложена мы поговорим о том как учитывать текущего пользователя при обработке форм и также поговорим про CSRF атаку с понятием CSRF вам придется столкнуться если вы работаете в общем-то с более-менее серьезным джанго проектом итак как сделать проверку пользователя внутри формы предыдущие формы которые мы с вами рассматривали в них ничего не было про пользователя то есть в коде view создавался объект формы если форма валидна то есть все поля заполнены правильно она просто сохранялась при том кто сохранял форму было неважно на практике тот кто сохраняет форму это критически критически важно к сожалению в джанге этот момент обойден стороной то есть формы они никак не связаны с текущим пользователем поэтому на практике приходится использовать следующий трюк итак мы создаем класс форм описываем какие-то поля конкретные поля здесь не важны и переопределяем конструктор ну в питоне это не совсем конструктор это инициализатор объекта мы добавляем обязательный первый аргумент это юзер то есть при создании формы мы всегда будем указывать текущего пользователя этот текущий пользователь сохраняется в отдельном атрибуте нашего объекта в отдельном свойстве после чего вызывается конструктор суперкласса ну это необходимо сделать для того чтобы отработала вся логика форм мы вызываем конструктор суперкласса с оставшимися аргументами это как правило данные формы теперь при вызовах всех методов как то clean save у нас будет доступна переменная текущего пользователя например в методе clean мы можем проверить вот такую конструкцию из banet то есть если пользователь забанен у него стоит флажок из banet мы выбрасываем validation error доступ ограничен таким образом форма не будет сохранена например в методе save мы добавляем у нас есть словарь clean data в котором хранятся очищенные данные фактически это то из чего будет создаваться модель мы добавляем в эти данные поле автор то есть автор поста и приравниваем к текущему текущему юзеру то есть тот кто пост создал тот и становится его автор после чего создаем точно так же модель с очищенными данными ну вот здесь я немножко другой способ использовал через model manager чтобы меньше строчек занимало но суть та же еще раз повторяю подход в конструкторе мы переопределяем конструктор формы и передаем обязательный дополнительный параметр текущего пользователя текущего пользователя мы запоминаем в отдельном атрибуте формы и потом можем его учитывать во всех методах то есть в методе clean в методе save и так далее давайте посмотрим как это делается как это используется такая форма во view во view она используется очень просто то есть мы описываем view здесь только фрагмент проведен то есть здесь есть некоторый код здесь есть некоторый код это фрагмент во первых нам необходимо добавить декоратор login required вот этот этот декоратор гарантирует что пользователь сможет прийти на эту вьюшку только авторизованным если он будет не авторизован его отправят на страницу логина до тех пор пока он не авторизуется когда он приходит сюда авторизованным в объекте request будет свойство request.user это общепринятый подход в джанге что текущий пользователь он также хранится в объекте request он может туда быть проставлен либо самой системой авторизации джанге либо если вы делаете свою систему авторизации вы можете туда его проставить так или иначе request.user это по соглашению текущий пользователь соответственно создается форма первым параметром передается пользователь вторым передаются данные если это не связанная форма то есть это предполагается метод пост то есть когда уже отправляются данные если метод get то соответственно данные не передаются вот так просто пользователь все просто в дальнейшем никаких изменений нет то есть так же делается проверка на валидность так же делается сохранение вот таким образом в джанго формах учитывается учитывается текущий пользователь теперь давайте поговорим про такую вещь как CSRF вообще CSRF расшифровывается как cross-site resource forgery это относится скорее к теме информационной безопасности но мы это обсудим по сути это даже не уязвимость это одна из особенностей протокола HTTP дело в том что при запросе на какой-то конкретный домен браузер всегда добавляет все куки которые необходимы к данному домену смотрите что происходит допустим у нас есть ну так давайте вот так сделаем разделение вот здесь у нас сервер здесь у нас клиент ну то есть браузер у нас есть наш сайт наш сайт он внизу и у нас есть некоторая функция то есть некоторый обработчик на нашем сайте допустим это обработчик добавления поста как предполагалось что этот обработчик работает на нашем сайте есть на какой-то странице есть форма пользователь сабмитит эту форму отправляет с методом пост вместе с этим запросом передаются его куки то есть его авторизация и собственно говоря на сайте создается пост от имени данного пользователя в чем нюанс нюанс в том что куки будут передаваться даже если запрос пришел не с нашего сайта представим что есть какой-то другой сайт уязвимый вот он здесь обозначен красным его сервер здесь не важен важна только что моя страничка допустим злоумышленник как-то умудрился разместить на этом сайте картинку у которой в src прописан адрес адрес нашего нашей вот этой функции то есть вместо картинки там написано примерно следующее ну допустим у нас наш сайт называется сайт .com здесь прописано url картинки сайт .com блок и это вопрос title равняется что-то там текст равняется что-то там когда вы зайдете на этот сайт а злоумышленник еще вероятно попытается вас туда привести каким-то образом браузер попытается загрузить вот эту картинку потому что потому что браузер не знает что на самом деле здесь указан url не картинки а обработчик добавления поста произойдет get запрос на другой домен но в принципе это вполне нормальный get запрос он разрешен с точки зрения браузера браузер передаст все необходимые куки поскольку запрос идет на ваш домен браузер передает куки для вашего домена для сайт .com то есть авторизацию на вашем сайте в результате чего будет вызвано обработчик добавления поста с вашей авторизацией но с заголовком и текстом который указал злоумышленник по факту вы даже ничего не увидите эта картинка не загрузится но на вашем сервере сработает функция добавления поста последствия могут быть довольно неприятными то есть от вашего лица на без вашего ведома на сайте произошло какое-то действие например был опубликован некоторый пост нежелательного содержания либо поставлен лайк какому-то другому посту который вы не хотели лайкать и тому подобное в этом суть кросс-сайт ресурс-форджери принципиально местом здесь является во-первых уязвимость какого-то произвольного сайта от которой невозможно защититься то есть уязвимости на других сайтах они вне вашей зоны влияния и уязвимость функции добавления поста потому что она смогла принять такой запрос а как можно бороться с кросс-сайт ресурс-форджери как можно бороться с атакой CSRF вариант номер один самый простой только пост запросы поскольку в данном примере вот этот запрос вредоносный он идет с методом get то казалось бы если мы запретим get запросы в обработчике добавления поста ну то есть когда мы непосредственно выполняем какие-то действия мы проверяем что метод запроса именно пост если мы запретим get то казалось бы проблема решена но это не совсем так это зависит от степени уязвимости сайта в принципе если у злоумышленника есть более полный доступ к тому сайту он может сделать и пост запрос это несколько более сложно но потребует внедрения не картинок скажем от жаваскрипта но это тоже возможно то есть это метод проверка пост такой очень не совсем надежный вариант номер два проверка заголовка реферер в заголовке реферер указывается урл предыдущего запроса то есть откуда был произведен запрос в случае с нашим сайтом заголовок реферер будет задержать домен сайт .com в случае с csrf запросом заголовок реферер будет содержать заголовок другого сайта это способ чуть получше но тоже не совсем надежный потому что некоторые прокси сервера могут убирать заголовок реферер заголовок реферер не будет ходить если сайты работают один по HTTPS другой по HTTPS то есть в некоторых случаях нормальный пользователь который вы хотели бы обслужить придет без заголовка реферер это довольно маловероятная ситуация но тем не менее она есть вариант номер три вариант надежный это проверка csrf токенов что такое csrf токен csrf токен это довольно длинная строка состоящая из случайных символов которая для каждого пользователя отличается то есть для каждого пользователя она различна во-первых эта строка ставится вам в куки так же как авторизация а во-вторых эта строчка выводится в виде скрытого инпута форме для этого есть специальный тег в шаблонизаторе называется csrf токен таким образом когда вы получаете нормальный запрос от вашей формы csrf токен приходит и в пост параметрах и в куки а когда вы получаете запрос от злоумышленника то есть вот вот этот запрос csrf токен придет только в куки потому что злоумышленник не может угадать этот csrf токен он его не может подобрать куки браузер сгенерит автоматически а get параметры злоумышленник подобрать не сможет таким образом по несовпадению csrf токена вы можете определить что происходит с csrf атак в джанге по умолчанию есть специальная middleware то есть специальный код который проверяет csrf токены для всех пост методов в принципе этот код работает по умолчанию поэтому по умолчанию все формы защищены от csrf атак единственное что нужно делать это в своих формах если вы их выводите сами добавлять вот такой вот template tag остальное все должно работать без вашего участия так так и вот все что это Продолжение следует...